Привет, дорогие друзья! Меня зовут Костя и с вами снова канал Лего Обзоров и Самоделок. Сегодня мы рассмотрим два китайских набора неизвестного производителя. Ну что, не будем отвлекаться и приступим к нашему обзору. Вот две наши коробочки, 32 детали и 26 деталей. Первый экземпляр это боевой танк «Нанеси решающий удар» от 6 лет. И здесь есть даже небольшое предисловие. Тебе стали известны основные точки базирования врага. Продумай план наступления и нанеси сокрушительный удар по противнику. Победы тебе, герой! Второй экземпляр это два в одном. Раз и два. Так ли это на самом деле, мы обязательно проверим. Строители и сбоку у нас есть даже картинки каких-то других наборов, скорее всего, данного производителя. Конструктор «Мастери и играй» и вот такой боевой танк. Давайте откроем коробки и посмотрим, что находится внутри. Вскрываем первую. И здесь вот такая небольшая инструкция с двух сторон. И один пакетик с деталями. Больше ничего нет. Второй экземпляр. Вот такой большой пакет, в котором уже находится инструкция. И даже, дорогие друзья, имеются наклейки. Это что-то новое. Пакет можно распаковать. Вот инструкция с одной стороны и с другой стороны. И ни о каком вот таком грузовичке речи не идет. Кажется, нас обманули и здесь только один экземпляр. Ладно, потом посмотрим. Ну и, конечно же, пакет с деталями. И наклейки. Давайте приступим к сборке. Ну вот, дорогие друзья, мы собрали наши постройки. Давайте рассмотрим их поближе. И для начала я хотел бы уточнить один момент. На самом деле, в этой коробке не 32 детали, а 27. И здесь находится только экскаватор. Что говорит нам вот эта галочка, поставленная маркером. Если бы эта галочка была вот здесь, то в данном наборе был бы замечательный самосвал. Ну, а сейчас мы рассмотрим данный экскаватор. В целом, эта постройка достаточно качественная. Детали держатся очень хорошо. Колеса не отваливаются. И, как я уже говорил, имеются даже наклейки. Здесь их целых 5 штук. Раз, два, три, четыре, пять. И надеюсь, что они не отвалятся. При сборке никаких трудностей не возникло. Колеса можно одеть и снять. И они, самое главное, не отваливаются. В данном экскаваторе имеется подвижный ковш и подвижные колеса. В принципе, данный набор мне напомнил экскаватор из набора LEGO Creator. Чем-то они похожи. Если считаешь так же, то ставь лайк. Ну, здесь, конечно, модель попроще. В целом, данному конструктору я бы поставил 4 с плюсом. Возможно, даже поставил пятерку, если бы не один момент. Детали крепятся достаточно хорошо, но туго. Возможно, что со временем они будут прикрепляться легче. Но в каком-то плане это даже плюс данного набора. По крайней мере, они не отваливаются. И видите, чтобы их отсоединить, нужно приложить очень большие усилия. Второй наш набор – это танчик. В целом, он достаточно симпатичный. И у него крутятся гусеницы и двигается пушка. Примерно на 90 градусов. По качеству деталей примерно все точно так же. Но есть один большой, огромный минус, который я нашел. Это когда крепил вот эти крутящиеся элементы. Чтобы их прикрепить, мне нужно столько усилий, что просто неимоверно. И как вы видите, уже отвалилась пушка. Но это не главное. Чтобы отсоединить и убрать их отсюда, у вас просто не хватит сил. Потому что они вставляются в эти пазы просто намертво. Реально, когда я крепил эти элементы, они у меня даже куда-то отлетали. Но в целом, несмотря на данный недочет, все крутится и двигается. Ну и пушка у нас отвалилась. Хотя на самом деле она держится достаточно хорошо. Давайте сравним два конструктора. Можно поставить им в общей сложности где-то примерно 4 с минусом. Ну, можно даже 4 балла. Если брать два конструктора, пушка опять отвалилась. В общем, она бы, наверное, и в лего отвалилась, если бы я ее задевал. В общем, дорогие друзья. Конечно же, первый конструктор-экскаватор по качеству немножко лучше, чем наш танчик. Но еще раз повторюсь, после того, как вы все собрали, первый набор вы сможете разобрать без труда. А вот со вторым возникнут некие трудности. Но если просто собрать и поставить, то в целом все достаточно гармонично. Так что, конечно, если брать наших производителей, то самое интересное, он один и тот же. Компания SimoLand по заказу город Екатеринбург. Сделаны наборы, я так предполагаю, на одной фабрике. Единственное, что имеют разные, так скажем, бренды, логотипы. Здесь мастери играя, а здесь юникон. Вот такие дела, дорогие друзья. Ну вот, дорогие друзья, к сожалению, наше видео подошло к концу. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и репостите это видео себе вконтакт. Ну а я же с вами не прощаюсь и, как обычно говорю, до скорых встреч.